Для начала обратимся к самому термину. Почему же именно солнцестояние? Дело в том, что в этот день у обычных наблюдателей создается впечатление, будто Солнце замирает и никуда не движется в течение всего дня. На самом же деле, в этот момент наклон оси вращения Земли в направлении на звезду принимает наименьшее значение. То есть наша планета практически всем своим северным полушарием смотрит на светило. Данный день меняется, то есть может меняться 19 июня до 22 июня. Это зависит от того, как соответствуют календарные дни именно положению Земли на ее орбите. Ну, хочу отметить, что как раз в этот день Земля находится в такой точке, что Солнце на самой высокой точке, именно на небесной сфере наблюдается. Помимо летнего солнцестояния, существуют и зимние. Обычно оно приходится на 20 и 24 декабря. И если в зимний период случается самый короткий день и самая длинная ночь, то в летний, наоборот, самая короткая ночь и самый длинный день. Именно этот день принято считать началом астрономического лета. В Петербурге и Ленинградской области на это время приходится пик знаменитых белых ночей. А ближе к Северному полюсу начинается полярный день, когда Солнце совсем не заходит за горизонт. После летнего солнцестояния дневное светило начинает постепенно менять свою траекторию, двигаясь вниз по эклиптике. День начинает постепенно убывать, а ночь увеличивается. Далее солнышко еще постоит несколько дней приблизительно на той же самой высоте и начнет снижаться к горизонту. Соответствующим образом в эти остальные дни начнет уменьшаться. Продолжительность светового дня, которая самая максимальная именно в день летнего солнцестояния, увеличивается ночной период. И самая длинная ночь, она будет происходить в день зимнего солнцестояния. Солнцестояние также имеет важное значение для природы. Оно влияет на живые организмы, обуславливая изменения в их поведении и биоритмах. Растения начинают активно расти, используя энергию солнечного света для фотосинтеза, что обеспечивает им необходимые питательные вещества для их развития. Животные меняют свои привычки. Считается, что и у людей происходят изменения. Они чувствуют внутреннюю гармонию и радость. Во многих странах даже сохранились древние культурные традиции, посвященные празднику летнего солнцестояния. Во все времена солнце значило много для людей, поэтому большое количество обрядов, торжеств, ритуалов, церемоний было связано с движением звезды по небосводу. Это явление, разумеется, нужно наблюдать, то есть день летнего солнцестояния своими глазами, недолго, не используя никакие оптические приборы, потому что через оптические приборы на солнце смотреть нельзя, можно ослепнуть. Летнее солнцестояние поистине удивительное природное явление, которое имеет большое значение и глубокий смысл для нашего мира. Оно напоминает нам о вечном круговороте времени, природных циклах и важности солнечной энергии для жизни на Земле. Екатерина Сайфулина, Кристина Отекина, Универ Новости.